Всех приветствую! Это второй эпизод по объектно-реаляционному анализу, где, скажем так, ограняющей темой является медь Украины. Основной второй эпизод целью является анализировать медь Украины, а, скажем так, закончить взгляд и ракурс на объектно-реаляционный метод объектно-реаляционный метод как способ постижения археологических данных и параметров. Ну, в прошлый раз я там целый час рассказывал, как я вышел на... и проверял себя, как я вышел на вот этот объектно-реаляционный фантастический мир. Вот оставлю такую небольшую просто функцию, ну, какая-то вот такая веселая функция, анимированная, где, собственно, все математические параметры, из которых мы не выпадаем от слова «совсем». То есть это все-таки стрим больше о какой-то рациональности, чем о... чем о иррациональности. То есть это не Стёп. Вот. Ну, так где-то оставим. Вот. И здесь мы видим основные даты хронологические. Семеновка. Это Котова давала и представила ее как... как не про донецкую дату, не про донецкую культуру. Подсоединяю еще одну базу дамых. Скажем так, накидываю себе опорный стол, на который я опираюсь в качестве... моего морфологического анализа. Объектно-реаляционной модели данных. Морфологический анализ объектно-реаляционных данных. Вот это основная тема. А в опорном фоне у нас будет медь Украины. Идеи профессора Телегина немного сегодня коснулись Дергачева для самопроверки. Как представителя Волголвальской или, как я ее уже называл, ракушечно-ярской культуры. Вот. Такой есть у меня опорный план, где я анализирую, скажем так... И вытянутые погребения. Вот Дериевское погребение. Сегодня мы о нем поговорим. Также вот это известное Медное колечко, то ли из Могинивского, то ли из Щапкинского Могинника. Уже и сейчас сразу не скажу. Как бы... где-то записано. Ну, в данном случае это Дериевское. Включим мариупольские даты и хистограмму. Вот он. Дериевское погребение 49, 33, 42. И тут же, как бы, в облаке дат. Нижняя дата Мариуполь. Я буду называть нижняя дата, потому что в моей объектной революции низ относительно пола и вверх относительно потолка, а не археологическая терминология. Нижняя дата Мариуполь. Тут же, как бы, предверяющая Дериевский могильник. Вот. Вот. Ну, и получается, что также на картинке есть и хистограммы поселений Днепра Донецкой культуры. Вот, например, я взял самые яркие даты просто. Я не выкладывал весь в базу данных всех дат. Где у меня и хэштеги зашиты, и таблицы Телегина. Здесь я, как бы, масштабировал периодизацию среднестоковской культуры, ну, чтобы проверить хистограмму поселений Днепра Донецкой культуры, зеленым. Так же, вот они, оригинальные профессора Телегина с пиктограмм... Эти самые... Ну, скрипты... Не скрипты, а... Сигнатура. Один, два, а, два, б, три. Это периодизация поселений Днепра Донецкой культуры по профессору Телегину. Ну, коричневый я уже сделал сам, потому что встретил только гистограмму у Дигачёва. Днепра Донецкой культуры и гистограмму. Могильников мариупольского типа. Ну, почему ты их обрезал по оптимуму и минимуму температур? Как бы... Как бы что? Непонятно. При том, что могильники мариупольского типа, на самом деле, продолжались аж до чуть ли не среднего неэлита. Вот есть дата. Есть и наладка. Вот она. Есть и наладка, которая четко как бы нам указывает на то, что могильники мариупольского типа до бытовали аж до, скажем так, плата стоговской культуры. Ну, хотя, в некоторой литературе мнения я встречал, что традиции вот этих вытянутых погребений, вот она Дивининская. Они на самом деле развивались и дальше в курганном, в докурганном неэлите, например. Я так понимаю, что и в ямной культуре. Все элементы вытянутых за захоронений. Ну, такие как и атрибутика, и, собственно, сама идея ямы с охрой. Ну, тут видно хорошо, что по наконечникам стрел, что Днепродонецкая культура, инвентарь, типология, типологический анализ, который помогает вот в этом объектно-реалюционном. К типологии вернемся чуть-чуть позже. Ну, даже в Достофеевке хорошо описанные белорусскими учеными наконечники не про Донецкой культуры. И, как понятно, что и форму этих наконечников можно встретить даже в развитую бронзу леса Восточной Европы. Вот это я имею ввиду. Ну, сейчас не об этом. Сейчас об объектной реляции. Ну, вот, как бы, основные яркие даты, гистограммы. Я отметил два уровня, скажем так, я коснулся прошлого раз мариупольской культуры. Как следствие анализа могильников мариупольского типа. Вытянутых погребений, так, красные охры, ямы там какой-то специфической инвентаря и так далее. Ну, вот это построил я сам, потому что Дягачев меня не удовлетворил. Я не буду просто весь пул выгружать на экран. Дот. Все реестры. Взял только яркие. Которые яркие и в литературе, и в инвентаре. Скажем так, если встанет вопрос, а нужно ли... А нужно ли... Меняю просто регистр, интересному файлу, который нам понадобится. А нужно ли выкладывать все? Ну, честно говоря, такие рабочие моменты, они... Вам так понятно, для наглядности хватает и ярких дат. Вот. Ну и, как бы, чтобы уже закончить анализ... Вот так вот ты делаешь, да? Не хочет капризный... капризный фотошоп. Скажем так, портейбл версия. Лучше, конечно, от портейбл версии отказаться. Она плохо... Взаимодействует с транслирующей стримерской программой OBS. Ну, тут какие-то мариупольские даты. Я их растянул по плашке, чтобы соответствовало математическому... Общему значению. Как бы, вот, подвесил просто для себя всю базу и все наладки. Потому что ее следовало бы отследить от, как бы, ее самых нижних. Еще, так скажем... Еще добавим сюда опорный план Телегина. Его керны этих дат. Его анализ радиоуглерода всей медиа Украины и вообще Восточной Европы. Ну, вот, как бы, тут же вот Сурская и же с ними. И подвесил небольшое дерево хэштегов, которые я комментировал... Могильники Дергачева. Вот это хэштеги, которые я вытянул из Дергачева. Ну, вот, и тут я нашел закономерность такую вот, определенно, что из... Самого первого, после мариупольского захоронения, вытянуто... Скорченное захоронение Кривого Рогана, при том, что оно скорченное... Но оно при этом наследует, как бы, мариупольскую традицию, тем не менее, на мой взгляд. Ясиноват и не только мой. Мое мнение справилось под влиянием, скажем так, и... В чем-то Котовой, конечно же. И Ванновой, и так далее. Вот ясиноватка идет. Вот коричневого, это все еще эти хистограммы, да? Коричневым, это, который соотносит нас с мариупольскими, мариупольского типа. Синим, это то, что относится к средней стоговской культуре, по крайней мере, по Котовой. И Игринский могильник, который по дату, ключевая, среднестоговская на Днепре. Это уже по Телегину, по-моему, если мне память не изменяет. Нет, Телегин ее не вводил в оборот. По Телегина средняя стоговская культура начинается с даты Стрельчаскеля. Вот она, зеленым. Ну и также Стрельчаскеля я откинул и к Днепродонецкой культуре. Потому что вот эта Стрельчаскеля дата связывает нас органически и очень органично. И со всеми датами Днепродонецкой культуры. И, в первую очередь, с Трипольем. Финальным Трипольем А. Финалом А2. Финалом А2. Ну, здесь видно, например, Ашу. Триполье. Финалом А2. 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 1 пиксель математически то что позволяет аппарат аппаратными средствами посчитать ну вот побудем еще в этом плане реализационном слухом без цвета и без иллюстрации и вот как я говорю что возник некий пул захоронений где на мой взгляд в полном хаосе смешались концепции могильника мариупольского типа среднестоговской культуры и раннего скажем так до 102 до телегинского представление культуры сюда вот как бы я добавляю специально для и как бы и для провокации и для вообще для размышлений добавляю сюда захоронение раздольного обязательно которая является связкой джурджулешты это базовое захоронение которое связывают с семантически то с хвалынской культурой то с новоданиловской то еще неизвестно с чем много на этот счет подходов даю деревьевское поселение как скажем так назову ее так смело классическая дата среднего стога классический дат 55 500 5 300 до нашей которые хорошо и проиллюстрировала котова как первый период среднестоговской культуры не знаю я насчет первого периода среднестоговской потому что авторитет профессора телегина как бы трудно оспорить и вот смотрите и как ни странно мы мариупольская дата вы вытянутых мариупольских темы и польского типа захоронения могильников всплывает аж поверх керна параметров по среднему стогу если наводка вообще попадает в область уже данных где были последние фазы деревьевской культуры и собственно начинается уже разговор о ямной вот как бы если наводка получается синхронно с последним 2b периодом молю холбу гор 2 а также раздорская 6 или венцовка и вот получается что как бы если наводка снизу подпирает эти сайты уверенной и хронологической датой полученная киевской лаборатории и тут же фото репин репинская культура и вот мишако замок и как мы можем понять что вот по желтой линии это уровень и синоватки что замок и мишако как бы синхронный и можно сказать что развивались как одна культура то есть мишакой замок можно однозначно суверенно сказать что это колония мариупольской культуры позволю себе такой радикализм ну исключительно вот на фоне фантазии об углеводородном объектно религационном сборе данных анализе данных это чтобы закончить уже первый эпизод лекции и уже перейти непосредственно к финалу моего доклада о медиа украины в котором возникает и дихотомии и ясности и предстоит еще очень много ответить на многие вопросы по крайней мере хронологии я уже не говорю про типологию и анализ вещей вот здесь как бы это же я подкинул ясиноватку дату согласовав ее со стратеграфии кукутени сам себя проиллюстрировал датами трипулья это трипулья b2 например я проиллюстрировал и переход от здесь еще одна такая интересная по патри пулью замены ремарка что что я еще для себя проиллюстрировал период b12 транзитный как бы отразить тут один трипулья b2 в зеленом скажем так согласовал для себя проиллюстрировал больше чем для наглядности аудиторию согласовал радикально вот такой радикальный подход профессора телегина в периодизации трипульской культуры но я уже позволил себе как ваша в литературу я встречаю опору в основном на вот эту стратеграфию где тонкая градация периода b и пулья подразумевает что весь анализ неулита и неулита скажем так и кавказа и самарской или средневургской локации несостоятелен потому что все таки признаться трипулья в литературе доминирует как опорный хронологический план который собственно уже разрабатывается не одно десятилетие не знаю насколько он сейчас релевантен ну я пользуюсь скажем так топиком об литературе из мира литература вот и конечно же беру за основу вот эти одну малюпульскую дату из погребения 124 и вот эти вот 4 деревьевского могильника даты для того чтобы уже состыковаться с было и с болгарской хронологии уже не говоря про немецкую венгерскую и так далее румынскую просто булгария для начала интересно и вот как бы очень хорошо известный памятник который я тоже не буду комментировать вот у нас совпадает с криводолом с алкутцией 2а синхронен и вот отсюда же выходят все культуры связывающие нас свечей и уже собственно с германии через венгрию то есть еще и вот в чанраде какие-то шалон есть еще тоже похоже на среднестоговская новоданиловская вот тут надо кстати выяснять захоронений и скажем так до курганова ранее и ранее курганова неолита вот здесь я кстати в себе тоже пометил список основных без дат просто как опорный план джорджу лишь ты с учетом что есть конечно же кривой рух мы никогда не забываем о том что кривой рух по крайней мере это было бы корректно что кривой рух остается как как связующие скорченные захоронения с вытянутыми вот еще с напомню таким светлокоричневым это гистограмма мариупольских хромогильников а кривой рух тоже вытянут по своей дате и взято его как бы нижнее значение пять сто пять тысяч приблизительно плюс-минус пять тысяч то есть пользуясь вот этой вот математической вот этими двумя числа больше вот это одно число это второе просто мы представлено в другом виде не в виде натурального числа виде действительного числа то я взял дату 51 93 кстати вот я так и не понял что имел ввиду когда профессор телегин самарскую культуру безнадежно безнадежно поднял и как бы омолодил 0 случае лысогорский могильник яма 4 я попытался себе объяснить или накутала тоже пыталась себе объяснить поэтому она взяла этот образец где мы 4 сделаю анализ киеве так и не понял ну вот я объяснил себе что привязка верхней даты к лысогорского могильнику пока пускай побудет так я еще пытаюсь себе это объяснить потому что тут возникает контекстом лысогорского могильника и грейнского могильника конец хвалынска джорджу лешта александрия дечи маршалы и начало свободного это профессор телегин который у него связан с майкопом при том что стану что свободно имеет даты как раз синхронные с высогорской яма и 4 череда кота знала и по нальчике по свободно вот про эти даты и что уж удачно очень такое игольчатое ушко анализ ученого котовой архиволога и мыслителя я считаю и очень неплохого и вот тут же чтоб уже не обращаюсь больше котовой я сделал опорный план где связал ее с даты и грейнского могильника и виде и они дате среднего 100 который находится в мариупольском могильнике это ее идея кстати я эту дату сюда не поместил почему-то ну здесь она мне отмечена возможно что дата мариупольского могильника совпадала с ее вытянутого захоронения с ее датировкой первой даты среднего стога и поэтому я как бы наверно все таки не стал на сторону кутова и удревняя но тем не менее сделаю и опорный план и заметил что у нее там возникает хиатус 100 150 лет ну который она объясняет тем что как бы привода восстанавливалась и человеческая популяция среднестоговских которые только набирала по обороты только-только выходила из кризиса вызванного сильной засухой если смотри если мы вспомним первую первый взгляд первый эпизод то вот здесь есть особо самопроверяющая таблица температуры и действительно мы можем посмотреть что когда упала температура среднестоговская культура находилась взаимосредить кривой рух попадает очень хорошо на пик снижения температуры около 5000 лет до нашей эры собственно когда медная эпоха в украине дата медной эпохи в украине разная но я придерживаюсь даты 4850 до нашей эры связываю это конечно же с болгарии эту дату потому что болгарская медь вот она это это слой культура баян спатна выдра медь присутствовал в этих культурах ну вот синхронизируя со степным неолитом первый период варны или скажем так еще до гумелицы было саваусу и четвертый период подгорица вот этот болгарских культур земледельцев тот уже первый этап варны очень хорошо синхронизируется с гущей вверх кубковицей как последователи как бы позднее для себя я вообще называю третий этап лениноленточной керамики на волыне хорошо синхронизируется со сторонничде стеблеевским комплексом которого есть хорошие таблицы и да действительно сторонничде стеблеевск имеет опять себе опять же такие смешанные черты и мариупольских и среднестоговских традиций захоронений и это четко связывается со сайтом рублей ветка я трипулья а2 вот видите на такого топорный план у меня есть всегда проверяющий и вот температура собственно нам в помощь мы не выпадаем из температуры и логики и контекста вот это вот плембе эти привода выступают в качестве узла так почистим реляцию от вспомогательных таблиц ну вот уже как бы если уже совсем закончить то мы видим что фиолетовым возникает некая ступенчатая структура которую можно который можно подвергнуть вот методом секущей функции просто я делал заявку в первом эпизоде объектно-реляционного доклада что мы коснемся этой темы есть понятие целевой функции в данном случае секущей у меняется каид где коэффициент обозначает обозначают угол связан с углом функции то как там а все а когда археологи или создают свои вот как девачев создаются создают свои тоже объектные реляции то вот на основании чего не поводит да например вот такую вот косу линию вот у девачева да вот он взял даниловскую как бы как будто подсознательно будем рисовать по девачеву сверху красную вот собственно идет уровень александрии уверенный средний стол 1 на можем так сказать и вот зачем-то вот девачев рисует нам катит перечеркиваю бессознательно новоданиловскую вот на основании чего он ее построил на он не приводит своих трудах а мы же хотим знать достоверно что такое целевая функция то есть мы должны иметь точки на объектно-реляционном вот этом временном времен на хэштеговом полотне и как бы обратить внимание на точки фиолетом которые получаем интегральным способом анализируя скажем так даты ну в данном случае среднего стола вот это котовские нижние даты это верхние даты тоже смешанные котовские и разные делают там скажем так ученые свои взгляды и украинские и российские и даже немецкие тут как бы получая по вот этим прямоугольником скамба среднее значение усредненные цифры мы можем вот почертить вот такую целевую видите целевую функцию ну и как бы уже от нее построить полный скажем так треугольник который связывает нас например с последней датой мариупольского могильника мариупольского тела и типа ясиноватка ну вот как бы получаем что так грубо нарисовал конечно вот и получаем что некая среднестоковская ступень на пике своего развития выходит в первые периоды в первые даты b2 периода триполья и уже как бы отталкиваясь от этих хештеров что у нас есть связи с трипольем треугольник мы соответственно можем перемещать по шкале 100 по координатам и посмотреть на эту целевую функцию а нету ли взаимосвязи с другими степными культурами и мы находим такую взаимосвязь например целую пункту полкультур животиловская нижнемихайловская кимиобинская ракушечная ярская я мощно-гребенчатые культуры константиновка и хвалынский вот как бы непосредственно уходим аж опять таки в контекст мариуполя и там байбек от intex 40 хунука и так далее первых дат которые еще связывают нас с и чуть ли не с средним мизолит не поздним мизолитом а на к на каспии это уже был ранение лит потому что это керамика и как бы да тогда я понимаю что что такое целевая функция а так нет когда археологи рисуют какую-то там линию и аргументируют на чертеже конечно тут сложно вот можно посмотреть на взаимоотношения скажем так целевой функции среднего стоа один два как вот у черновода 13 среднесток 1 2 можем посмотреть на последнюю дату в мельнице что умелиться продолжает свое существование и после среднестоковского импульсного первого первого этапа на запад и могильники мариупольского типа даже в чем переживают дату в мельнице и сам среднесток 2 уже например вот на в классическом виде начинает развиваться уже на среднем днепре и донце так это позднее трипольско-нижнемихайловское время и уже бытование последней даты среднего стоа петровская балка связывает вообще нас с ранней бонзы то есть очевидно что среднесток как и памятники мариупольского типа могильники мариупольского типа таки да в чем-то по характеру своего бытования на восточной европе по продолжительности по скажем то какой-то вот такой моторики численной параметрической в чем-то конечно родственны то конечно же можно проиллюстрировать ну например чем я нахожу родственность ой пока как скакали поскакали ну вот например вот здесь стороне здесь стеблецкая если не полетит к или стороне здесь ну такой тип северо-кавказан скажем так доска волжских низови степей вот яма и квадратная яма и вытянутая деревьевское захоронение ну вот также мариупольский криминал инвентарь и стороне 10 близкий понятно что общего ничего но вещах но в цифрах что-то общее конечно можно и таки усмотреть так 40 минут и целевую функцию проговорили радиоуглерод телегина оставим вот он серым значит основные даты оставим кавказ но пускай побудет с нами отключим пока целевую функцию чтобы она вам не пачкала ну так же здесь опорные даты еще пару слов украинского мезолита как бы там ни было они уже интересны в контексте и вот собственно сделаем за закладку на будущие встречи в виде вот такого еще подхода уже где скажем так дизайн данных подмешивается как некий пюр в фоне счет повторяю вот внизу серым только что я подложил этот дизайн данных это ничего общего не имеет с научным анализом частью которого является на мой взгляд и объектно-реаляционный способ анализа кую сейчас я представляю и вот просто такую опорные дизайн данных в сером контексте нам поможет больше анализировать и фреймы и объекты вам сущие фреймы мы используем в качестве в качестве фона сами объекты это таблицы параметры так далее то смотрите пожалуйста первый эпизод там об этом очень хорошо подробно писать вот кстати когда мы подкладываем уже дизайн данных которые я притащил вот отсюда например часть вот что касается днепродонецкая культура анализирую благодаря белорусской археологии стало возможным изучить каменный инвентарь днепродонецких культур или висло-бурских вот этих грибинчатонокольчатых культур керамики аж до бурунки и связать это с пустынкой сосновкой сайтами аж до софиевки и троянин в городском собственно некоторые уже обозреватели и исследователи это я невгородска пытаются почему-то уже представить виде явного сайта я кстати это отметил себя вот фиолетовым ну если это и так то это имеет связь в контексте только донстан но ни в коем случае не калмыкии или там заполярье заполярье тут вообще ни причем ну как вот тут интересно кстати у меня есть находки по я тоже делал может что на красный могилы красных у красного храма по донцу я как основу я на культуру рассмотрим вообще не вот просто отдельно отдельно критяна и так далее ну то есть вот если отключим типологический анализ опорный и перейдем к объектной реляции этой типологии в том числе тут получается что последняя дата бытование весеноватки очень уверенно связывает нас уже с периодом триполец то есть можно сказать что возможно мы еще не открыли эти вытянутые захоронения мариупольского типа хотя вот считается что пост мариупольская культура это прямое продолжение этих памятников но в любом случае я почему-то верю что еще на севере там где-то в районе припяти или еще каких-то вот средние 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 припяти и среднего типа возможно еще обнаружить такие памятники мариупольского типа как ни странно это было бы хорошая иллюстрация вообще для всего этапа начиная от васильевского 2 через осиповский могильник вот я даю хорошую классическую дату 20 похование да манько здесь присутствует который изучал кости но это всего лишь кости просто как иллюстрация чтобы на донце также здесь первые этапы днепродонецких поселений днепродонецкой культуры которые совпадают с началом периода мариупольских могильников а2 и вот вся эволюция через струмель грини и мариуполь юго вич и деревка деревка сцеменевка вы я его до пустынки которая как бы подпирает нижнюю дату трояния угородска как я уже говорил что здесь устроены функции математические которые позволяют нам скажем так уточнить что же было в окрестностях скажем так того или интересующего нас интегральной интеграции данных в данном случае куку тены да здесь мы видим что меня как бы функцию меняется цвет появляются какие-то дополнительные логические скажем так цветовые квадраты которые кстати ну не всегда не всегда релевантны ну хорошо ристрировать но например хорошо ристрировать вот область линейной ленточной керамики первого этапа и 4 криша сахаровка то есть они тоже каким-то образом синхронные между собой находятся как бы в одном в одной области данных но у них есть ступень то есть и уже по ступеням мы можем перепрыгнуть и на своих размышлениях релевантно перепрыгнуть на регистр азов степ на вот такая вкладка и все что там имеется под этой вкладкой карты объекты вещи выводы даты ну конечно же через хмельника копы вот васильевский 5 на мариник то есть таблица имеет конечно же практический момент и если ее кто-то хочет скажем так посмотреть в разрезе там вот скажем так 6000 лет да то я скину скриншоты после небольшого презента ну хотя бы лайкните подпишитесь ну хотелось бы еще конечно копеечку получить на кошелек очень хорошо получилось по той целевой функции которым они рассматривали весь этот так называемых мной называемых даниленковских восточных импульсных культур и среди 100 действительно стоит особняком это автохтонное явление не знаю я не согласен с тем что средний сток имеет свои корни или там на кавказе или на молнии по крайней мере цифре мне не указывают каких-то связи прямо таких вот резких вот как здесь могла бы указать вот я даже специально сделал синим как бы объединил для себе логический и восток и украину то движение данных одни про донецкой культуры мариупольских могильников очень гармонично связывается и с волынском и самарой но как с производной а не как аргументом функции еще раз подчеркиваю данные как бы говорят мне ну как бы говорят не что что импульс до импульс был он был не со сне и не восток-запад а запад-восток вот даже как на мониторе если от левая рука это запад-восток и уже да как бы лысогорский могильник яма 4 лежит после хлопковского могильника но долю бяженки 4 то есть если хлопковский хвалынский могильник ивановский можно рассматривать и в контексте кильтиминара конечно же и не следует забывать о том что мариупольские могильники уже имели свою оплату развития b1 b2 достаточно по вещевому комплексу давайте найдем вещевый комплекс b1 b2 вот он то можно сказать что и микролит и обработка камня достигла уже очень высокого уровня очень и уже и в теории культуры и уже в экономии в экономике и сопутствующих естественных дисциплинах можем обнаружить все таки такую закономерность что движение культуры не вслед технологиям она встречи вопреки в этом смысле импульс из хвалынской и и хвалынской хлопковского и вановского могильников населения хлопковского и вановского могильников конечно же присутствует но как путешествие за волшебным средством по александру владимиру папу а не как его и вредитель в этом смысле можно восточный импульс этически оправдать собственно что и делают представители волговарской ли ракушечной ярской школы вот кстати она вот отсюда вот из этого облака хэштегов и реляции очень хорошо видно вся основа ракушечной ярской собственно парадигма раннего всего не лита и меди потому что феномен меди рассматриваются через призму рассматривающий феномен меди в украине рассматривая через призму ракушечной ярской культуры приобретает конечно же совершенно другое отличное от украинской археологии трактования и вот же и даниленко и со своим восточным импульсом вообще отдельно стоит его концепция восточно-туркменский импульс хочу сказать что я ее проверил как горный геолог через геологические там данные таблицы получили например посмотрев динамику полиографии каспийского моря не его колебания воды вообще всю полиографию всю то надо сказать что подгоровка бердянской каменной могилы и такие не могли быть импульсами струкмене и потому что они просто не мы смогли бы пересечь там определенные и логические факторы и вот о котором мы говорим это шесть тысяч шесть триста шесть двести такие каменная могила заселилась или с моря или запада какой тут и сайт потому что даниленко утверждает что азовская культура вот она азов и вот же маньку обратите внимание со своими датами костей с донца на котором устроен и пытается как бы оторвать донецкую культуру оторвать прямо донецкой культуры от общего дни по донецкого импульса который очень кстати легко оставится под сомнением просто вводя в оборот например вот некий даку крик азовский это даниленковская концепцию этого телегинская концепция мезолита что как принадлежал к особой как бы азово степной происхождение к к к мезолитического принадлежит к особой азово степной в том числе провинции и вот как бы можем увидеть что я не славская культура совпадает очень хорошо согласовываются и с началом и керамического неолита и с нижней датой каменной могилы 1 который данилинка описывает но не доказывает потому что уточены его дневники и отчеты и вот опять таки вторая война да уже отечественная для украины и ученые продолжают терять свои и документы и библиотеки вот хочу привлечь внимание к персоне михайловича швецова который на мой взгляд пострадал это известнейший ученый средневековой археологии и шине вот ну сейчас суть об этом пушечной ярской культуре и собственно не они суть просто иллюстрация здесь же вот черкасской опять просто я не привожу дату я аккуратно ставлю сайт который совпадает у меня с деревенским могильником и так я так понимаю первым вытянутым захоронением найденным на днепре среднем течении и это связано же со средним доном то есть средний дом и средний днепр таким образом или сурскую культуру и возникновение нижнедомской это такой основной базовый на скрипт окуши шинярской школы что ж тут есть о чем поговорить и не все так как на самом деле однозначно вот так всем уделил внимание средний сток еще раз выношу вообще в отдельную категорию стримов и докладов сейчас все таки больше опираюсь на анализ меди украины то есть это все таки мариупольские могильники потому что у нас медный предмет первый первый медный предмет вообще в этой части европы и наверно все европы как украшение какое-то уже такого промышленного типа найден где-то что-то около 5000 лет до нашей но 4 800 до нашей и 850 и связывает нас вот такими восточными а восточными ли как пытается нам предложить там например дегачу или котова докурганными комплексами типки и джангар неолитическими и это же финал хаманджи когда хаманджи передал импульс вами потому что носителями медной традиции я так понимаю были аманджи в булгарии так вот можно посмотреть в контрасте на собственно днепродонецкие поселения гистограммы по которым свою трехчастную переоденацию выстраивает профессор телегин по поселениям переоденацию поселений когда свою так на мой взгляд полновесную полноценную днепродонецкую общность просто почему днепродонецкая общность не стала общностью потому что все-таки связь между днепродонецким населением и населением оставившим могильники мариупольского типа вот кстати неплохую делать связку за ледняк очень неплохую ну профессор телегин ее не сделал в смысле днепродонецкая общность еще в процессе доказа доказания доказывания так уберем этих и вот верхняя кстати обратите внимание верхняя даже не верхняя а плату днепродонецких поселений днепродонецкой культуры как бы связано с лысогорским могильником азово-днепровской культуры и уже непосредственно дании всей польши скажем так центральной и северной и до печи артеберли и уже первые даты или идут второго периода на зоне полская раздольная семеновка и каменная могила 2 хороший вот набор здесь функции очень хороший все основные математические функции логические здесь и вычитающие то есть все логические операнды выполнены как бы обычный подход ну просто скажем так на прозрачность еще за что инструмент рабочего не анимированный чтобы анимировать эти данные теперь выложить вам например видео куда там таблицы данных чтобы вы заходили онлайн забивали например параметры целевой функции ну скажем так квадратичный какой-то целевой функции или просто просто посчитать треугольное число вот этого платоновская это надо денежка и время поэтому кому не терпится я могу сделать по этому самому скриншот по заявке в комментарии ну если не интересно то ну я как бы тоже имеют в этом задачи и анимировать это специально для то есть я не настолько альтуист чтобы это все анимировать для онлайна также есть какие-то возникающие целевые функции ну например да вот можно проанализировать весь весь объем реляции в контексте розового явной культуры и генезиса есть связь с во фоломеевкой средним стулом и так далее все основные скажем так концепции которые я нашел у ведущих специалистов ученых как бы всего периода археологии даже до революционного ну скажу что давайте проверим дергачева вот просто дергачев которые там что-то там анализировал коранова да вообще и вообще анализировал вот на этом собственно и закончим ушел полтора часа вообще много ну час наверно но сейчас 10 час 20 но это очень важно вот посмотрим на дергачева который анализировал скажем так неолит и неолит балкан румынии вообще-то динарийской европы динариев этих пришедших к нам то ли с малой азии то ли еще чертят куда якобы к нам после в европе было свое автохтомное население и там и тоже спидерская и вообще поздравить и в целом поздравить иска носили тут как бы скажем так опять таки вот это плюс-минус дирачев у меня по первым датам коронава например плюс-минус 200 лет расхождения ну уже ближе цифры ближе к черноводии мы расходимся уже на 150 лет у нас с ним погрешность с моей вот этой объектной революции и в принципе если посмотреть на просто я сюда вы не подключил на весь балканский и турецкий скажем так уже бронзу да вот потому что все того 4 считаю 5 это уже бронза и уже была риса за возникает синхронизация первой даты и зима бонзовой бонзовой культуры на балканах это вот пять то здесь мы уже с ним как бы с девачем сходимся из чего я делаю вывод что или я подогнал данные и неделя хочу нет тут никто не подгонял данные постоящее в первом эпизоде напоминал что здесь просто невозможность математическими аппаратными средствами все учесть и посчитать в принципе в этом смысле держа чего равно можно в целом анализировать и сравнивать прошу он дает очень хорошие серьезные очень серьезные размышления размышляют о его температуре фазах там ну в общем так вот у миллион номер два без сомнения без сомнения гумилев номер два ну что ж если таблица сошла с гумилевым плюс-минус 200 лет то я считаю это успех а вы как напишите мне в комментарии вот так же есть анализ девачева по по востоку там и в целом по меди украины причина морю здесь очень много дифференцирует пред хвалынский период кстати сама у него тоже подпрыгнула вверх хотя даты или бяженки и съезжего намного древние начали свободная до выставлена по нижней дате типки вот это его уже собственно дата типки по похоже или он работал в этой концепции похоже даже и типки это не вода то курган типки даже считается что это один из первых или протокол анных захоронений ну и вот уверенная дата нальчик у нас есть конечно же нальчиковского могильника который связывает нас и с лысогорским могильником и с есинованским стороне дестиблинским ну то есть можно как бы мой скриншот скриншот как бы это могло работать сейчас покажу и допустим сохраню как и вот вот например целевая функция выполняется не мою клавишами на этом самом не мою на на мониторе на стриме а просто компьютером онлайн ну вот возьмем мариупольскую дату и посмотрим ее целевое как бы посмотрим ее целевое наполнение вот мариупольская дата которая в пропорциях интегрально соответствует шкале что мы видим мы видим что верхнюю дату огоняет и васильевки ясиноватка это кстати девачевские хэштеги мариуполь то есть очевидно что да вот мариуполь васильевский ясиноватка это и тайп она это принадлежит еще к периоду 1 1 1 1 1 2 вот смотрим здесь у нас есть съезжие джангар кизиловый 5 деревьевка уже появляется вторая фаза нижнедонской культуры появляется манько лазаревку сделал керамику одну из первых дат не по донецкой культуры за что ему главное спасибо также мы видим старчего коранова то есть он вводит такое понятие девачев соответственно сороки это бога днестр ну и так далее то есть самоводы на вчера вот у него примориться по болгарской хронологии керамики этап черен то есть красная керамика какие-то попадают даже даты бонусом вытянул с какого-то издания даты по крышу румынии очень уверенные даты все это соответствует нас ну вот как бы подходим даже к варнии корошу лбк и нитро пожалуйста вот словакия даже попадают ну вот вот так вот работает как бы целевой анализ и уже можно с этим соглашаться не соглашаться двигать даты влево вправо ну сколько это там париж ностью каких-то там плюс-минус вот в данном случае взяли по мою польском этот плюс-минус мы взяли по мою польской дате вот те же и девачевский плюс-минус 200 лет которых я не сошелся с девачевым возможно что он поставили мариуполь не учитывал достаточно или еще что-то знаю можно могу передать такой отдельный файлик вот он будет вот с такой базы данных где очень много моих еще есть комментариев но это точно за деньги потому что базу данных я просто так не отдам вот в любом случае с тем огромное спасибо если действительно я смог объяснить и показать как это работает и насколько бы мог в принципе помочь облегчить задачу там по изысканиям тех или иных культур археологических вот тоже один еще пример использования функции ну тоже не мостовая вектор на графике здесь вообще все сурово тут каждая имеет каждый хэштэх имеет свои координаты которые можно вытащить из программы вот я понимаю что хотелось бы конечно парить проземнедельцев там и пастухов пастухи леса вот эти вот медные культуры линделя венгрии или малеванной керамики конечно же хотелось поговорить бы у мельницы и аварии трех периодах ну об этом уже можно говорить панельно но вот как бы начать с методологии азов и вообще азов методологии было бы неплохо потому что а как мы получаем данные как мы их сравниваем как мы делаем выводы все это очень важно вот объект на религия модели я больше не буду возвращаться для меня это сложная тема и для вас тоже я уверен что там надо еще будет пересмотреть опалочку раз полистать такие на ю тубе поставить лайк и подписаться что немаловажно ну чтож пожалуйста кстати по поводу сама в качестве прощания прощального акта ну вот же хронология варфоломеевки вот она верхний верхняя верхняя порог варфоломеевки это свободная а нижний этот же был и кайшак ну как бы ну елшанская как-то странно попадает вообще вот волга-каспийский регион но хорошо обратите внимание взаимодействует с ракушечным яром . получается что связь ракушечного яра с елшаном более очевидна чем кайшака и джебела и варфоломеевки с ракушечным яром но очевидно что это два таких материка культурных которые между собой взаимодействовали обмениваясь технологиями там женщинами с котом но как бы я склонен все-таки считаю что и ракушечный яра и елшанская связаны между собой но очень опосредованно но они связаны как земледельцев вот сурский дискурс очень сложный узел киева-черкасский донецкий очень очень сложный узел в генезис по не по донецкой и культуре бронистов скажут крышу очень хорошие не славится вообще приколе майновая балка это кстати куколик еще не залит дата то есть бытовал мизолит куколика куколиковский при том что уже был криш и третья стадия печерская бога днистра тем пока ну как бы всем поклон кто смотрел и кто нас другим посмотреть всего хорошего